Зоозащитники намерены сорвать открытие дельфинария в Астане. Земельный спор довел соседей до суда в Шимкенсе. Нарушение правил парковки. Куда жаловаться пешеходам? Это программа «Народный контроль». С вами Камиль Галиев. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. Дельфинам не место в торгово-развлекательном центре. Казахстанские зоозащитники и экологи возмущены открытием парка морских животных в Астане. Порядка 30 разъяренных активистов написали открытое письмо Акиму столице и владельцам торгово-развлекательного центра, на территории которого их партнер собирается в ближайшие месяцы открыть дельфинарию. Сейчас общественники проводят сбор подписей в интернете с призывом не допустить, чтобы дельфинов и морских котиков держали в заперцы и делали элементами шоу. Обитатели морей не должны содержаться в неволе, отмечается в петиции общественников. Во многих странах говорят они, использование дельфинов и других китообразных развлекательных целях запрещено или жестко ограничивается. Но только не у нас возмущаются зоозащитники. Безумно возмущает вообще идея создания дельфинария в торговом центре, потому что можно на минуту представить просторы моря, океана, невидимый горизонт и размеры бассейна, который будет построен или уже построен в торговом центре Астаны. Он будет постоянно находиться в неподвижном состоянии, при этом испытывается огромный стресс. Общественники обвиняют бизнесменов в том, что те в поисках наживы не думают о комфорте млекопитающих, отмечая, что неволе противоречит их природе и чаще всего приводит к гибели. По мнению инициаторов петиции, поют оду дельфинотерапии лишь те, кто заинтересован заработать, а никак не лечить. Это очередной бизнес, который придумали люди, который не нужен ни дельфинам, ни какие там оздоравливающие функции эта терапия также не несет. Причем нет ни одного научного обоснования, что дельфинотерапия в прямом смысле влияет как-то на здоровье. Активисты сообщают, что в мире уже более 60 дельфинариев и океанариумов было закрыто под давлением общественности, потому намерены тоже внести свою лепту в дело защиты животных. Мы попытались напроситься в гости в действующей передвижной столичной дельфинарии, чтобы понять, в каких же условиях содержатся млекопитающие и так ли плохо на самом деле живется их питомцам. Но руководство почему-то идти на контакт отказывается. К нашей радости согласился показать внутреннюю кухню алматинский дельфинарий. Здесь говорят, что к дельфинам относятся, что называется, по-королевски. Создают условия, приближенные к естественным, и кормят свежей рыбой. Если бы морские животные не чувствовали любви тренеров, не выдавали бы таких потрясающих результатов на шоу, заверили нас представители дельфинарии, отметив, что один из трех питомцев и вовсе рожден в неволе. Начиная от тренеров, дальше там пошли инженер по водоподготовке, ребята, технический весь персонал. Все, абсолютно все в курсе о физиологии дельфинов, о том, что им нравится, что не нравится. Дельфины у нас получают самую-самую лучшую рыбу. Даже есть красная, есть селедка, есть скумбрия, есть у нас форель. Владельцы строящегося дельфинария на нападки зеленых готовы не просто ответить, но и показать святая святых. Моя коллега на замтяние Льваева побывала на стройке будущего парка морских животных и выслушала позиции бизнесменов на фоне назревающего скандала. Для парка морских животных на территории центра выделили 800 квадратных метров. Пока полным ходом идет ремонт, но бассейн для карантина на случай пополнения или болезни дельфинов уже готов. Второй тоже для морских котиков, морских львов и выдор. Техпомещения пока еще скрыты от объектива видеокамеры. Практически готов основной бассейн и площадка для проведения шоу с морскими животными. Последние штрихи работ в этом дельфинариуме. Сейчас ведется, пожалуй, самая сложная процедура – это гидроизоляция бассейна. Глубина бассейна почти 6 метров, ну а общая площадь – это порядка 200 квадратных метров. Известно, что через несколько месяцев в этом бассейне будут плавать не только дельфины, но и морские котики. Сейчас можно и подсчитать общее количество зрителей за один сеанс. Здесь предусмотрели 400 посадочных мест. Будущие хозяева этой площадки выращены в третьем поколении в неестественных условиях. Потому основатель сети развлекательных парков Рустам Агеев крайне не согласен с зоозащитниками, что морским животным здесь будет некомфортно. Когда правозащитники говорят о водной чаше, или что бассейн небольшой, мы его делали в соответствии с некими минимальными требованиями. Сколько необходима глубина, какая глубина необходима, и какой объем воды, и некая площадь. Руководитель парка морских животных не раз подчеркивает, что уважает позицию зоозащитников. Говорит, здесь будут обитать привыкшие к людям питомцы. Чтобы не разводить спор, заявил, что готов пригласить возмущенных общественников, чтобы те воочию увидели условия дельфинария и убедились, что издеваться над животными тут не будут. Мы не просто готовы показать им, скажем так, вот картинка, которая есть. Мы готовы их спустить, там, святая святых, что называется. Как правило, в мире этого не делают. Но мы готовы спустить. Они посмотрят, как мы организовали хранение питания, как организована система очистки. Они просто посмотрят на эти системы. Ну а пока бизнесмен ждет ответа активистов-защитников, известно, что уже вскоре сюда привезут первую команду животных. Четыре дельфина, два морских котика и три выдры. Ну а мы будем следить за этой историей и обязательно расскажем, чем же закончится противоборство сторон. Я убрала весь этот гравит. Жилищный спор вылился в настоящий скандал в Шымкенте. Гульнас Шамуратова пожаловала с нашей программы, что часть ее земли, которая находится в ее же собственности, соседи пытаются наглым образом отобрать. Утверждает, что стала жертвой сговора. Мол, в ее адрес сыпятся угрозы. Кто и зачем хочет отобрать у нее землю, выясняли мои коллеги. Этот дом на протяжении 15 лет был крепостью для большой семьи. Здесь строились планы и надежды, которые должны были сбыться. Но в прошлом году после смерти отца, по словам Гульнас, и начинаются неожиданные повороты в судьбе участка. Соседка, со слов нашей героини, вдруг решила установить ворота там, где живет Гульнас, да еще и требует освободить участок для их проезда. На все мои объяснения, что этот участок является моей частной собственностью, она отказывается что-либо понимать. И угрозами, требованиями требуют, чтобы я убрала весь этот гравий. А этот участок по госакту принадлежит мне полностью. Соответствующие документы у меня все имеются. Гульнас и ее родственники, проживающие здесь, недоумевают, почему их частная территория превратилась в проезжую часть. По документам, это их двор, в котором они планировали строиться. Но соседка решила по-своему. И это при том, что соседний дом вообще находится на другой улице. Со своими воротами и отдельным заездом во двор. Зачем понадобилось пробивать еще один, не понимают и старожилы, живущие поблизости не один десяток лет. О том, что в этом месте находится дорога, слышат впервые. Мы столько лет живем, здесь никакой дороги не было. Вообще по закону здесь дорога не должна быть. Это земля принадлежит этому дому. Именно это, говорит Гульнас, она и пыталась донести до захватчиков территории. Но все безуспешно. После этого я обратилась в прокуратуру, в городской Акимат. В городской Акимат приехал зам Акима Малахов. Посмотрел всю территорию, посмотрел вторые ворота соседки и сообщил Акиму нашему, что эта территория принадлежит мне. Казалось бы, инцидент исчерпан, но радоваться было рано. Гульнас была, мягко говоря, удивлена, когда ей позвонили из суда уточнить, придет ли она на слушание. Как выяснилось, соседка подала на нее в суд. Правда, как утверждает девушка, повестку на руки она не получала, а о слушании по делу узнала буквально за час до начала заседания. Говорит, судья якобы не увидела достаточных доказательств и слушание перенесли. Такая ситуация повторялась не единожды. Обращалась и в земельный отдел, но и там помочь не смогли, отметив, что этот вопрос не в их компетенции. Хотя, со слов Гульнас, соседки, та же самая организация выдала заключение в ее пользу. Суд все-таки состоялся в декабре. Его решение многих удивило. Все приходят, мерят, измеряют, подтверждают, что это моя территория, но в то же время дают абсолютно другие заключения. На основании ложного заключения Сидаханова суд вынес решение о принудительном, о том, чтобы я принудительно убрала свой гравень со своей же территории. Мы связались с местными чиновниками, чтобы понять суть конфликта. Сотрудники Акимата говорят, что пытались помочь примирить стороны, но все безуспешно. По поводу этих заявлений был дан ответ нами официально, что такие вопросы, земельные, гражданские, все решаются в судебном порядке. Что же касается соседки, то поговорить с Умидой Тухтаровой нашим корреспондентам не удалось. В ту самую калитку стучали, но никто так и не открыл. А вот представители отдела земельных отношений ситуацию прокомментировали. Так, есть ли здесь по плану дорога или нет? Этот вопрос мы задали представителю организации. В ходе изучения госакта гражданки Шамуратовой было установлено, что между этими участками нет никаких разрывов. То есть прохода по документам нет. Также было установлено, что гражданка вторая сторона подает иск, и по данному решению уже вынесено решение суда первой инстанции, а будет интервью иска. На сегодняшний день данный вопрос рассматривается в судебном порядке. Понятно, что здесь решение может выносить только суд. Но вот есть одно странное обстоятельство. Почему-то на протяжении 15 лет никого не интересовала судьба этой территории. Почему вдруг именно сейчас понадобилось делать из чужого двора дорогу, остается непонятным. Гульназ в своей правоте уверена. Ее она собирается доказать уже в суде. Автохамы. Заполонили дороги и тротуары. На бессовестных водителей все чаще жалуются пользователи соцсетей. Мы составили свою подборку ваших претензий, уважаемые телезрители. И решили показать хоть синие лицо, но железных коней своеобразного рейтинга. Амир Семенбетов продолжит. Одни в торопях оставляют машины, где придется в итоге мучиться чаще всего молодые мамочки и инвалиды-колясочники. Вот, к примеру, водитель Субару оставил свой автомобиль прямо на пешеходе. И как тут проехать с коляской, остается только догадываться. Автор следующего ролика тоже не выдержала и выложила в сеть, как ущемлены в своих перемещениях пешеходы. Решила хотя бы своей активностью в интернете докричаться до безответственных автовладельцев. Параулок в третьем микрорайоне становится просто проезжей частью. Вот здесь вот маленький узкий тротуар, и мы видим препятствия. То есть машины едут, чтобы объехать перекресток Авая-Сайна. И вот так вот не айс, специально вот паркуют машины. Приходится обходить. Пешеходам практически идти негде. Основная проблема крупных городов в парковке, вернее их отсутствие. Водители оставляют свои машины, игнорируя запрещающие знаки. От незнаний или безысходности это уже другой вопрос. Но пешеходам, прогуливающимся по тротуарам пешком, остается только ворчать и выкладывать ролики с возмущением в социальных сетях. Некая попытка пристыдить. Только результата пока нет. Красавчик, что на пешеходе не встал. Кроме газеты Пушкина. Веселый человек стоит. Припарковался. Что уже говорить про пешеходов, если забывается водительская солидарность. Этот видеоролик набрал много просмотров в интернете. Внедорожнику перегородила проезд старенькая машина без сигнализации. Контактов ее хозяин оставить не додумался. Разверенный водитель джипа начал прыгать по машине и бить битой по стеклам. Причинять вред чужому имуществу не выход из ситуации. За такое поведение следует помнить, что полицейские привлекают к ответственности. В свою очередь, влюстители правопорядка говорят, что тоже мониторят ситуацию и советуют очевидцам беспорядочной парковки звонить по номеру 102. А разоблачительные фотографии размещаются еще и на сайте Акимата и ДВД. Каков штраф за нарушение правил парковки, мы спросили у представителей столичного департамента внутренних зон. По тем обращениям мы принимаем меры незамедлительно. С начала года сотрудниками полиции привлекли к административной ответственности более 800 водителей транспортных средств. Согласно статье 597 за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств предусматривает административный штраф от 15 месячных расчетных показателей до 75. Как показывает практика, чаще всего казахстанцы привыкли делиться претензиями в социальных сетях, а не тратить время на вызов полиции. А если у вас есть твоя история для рубрики «Народный репортер», присылайте нам на номер 747-516-0309 посредством мобильного мессенджера или пишите нам на электронную почту, а также в социальных сетях. Обращайтесь, поможем. С вами была команда «Народного контроля». Увидимся с вами, как обычно, на Хабаре. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова